Здравствуйте, дорогие коллеги! Мы будем обсуждать ИВЛ с использованием симулятора аппарата ИВЛ АВЕНТА. Это вторая лекция, в которой мы будем разбирать режим принудительной вентиляции CMV Assist Control, управляемый подавлением. Чтобы двигаться дальше, скачайте себе симулятор АВЕНТА, ссылка для скачивания под видео, или вбейте адрес, который вы видите на слайде в браузер своего компа. Разархивируйте симулятор, выбирайте файл, указанный на слайде. Когда вы запустите симулятор, выскочит такая картинка. И тут же вот такая. Нажимаем «Новый пациент», активируем кнопку «Вес пациента», выбрать «Рост» и «Идеальный вес». Продолжить. Далее выбираем режим. Выбираем Assist Control. Если что-то не ясно, можно скачать нашу книгу на сайте. Эта книга подробнее. Если вам непонятно, что такое Assist Control, скачайте на нашем сайте книгу о синхронии графика ИВЛ и прочитайте, там всё подробно описано. Если легче воспринимать на слух, на сайте есть 8 лекций по книге основы ИВЛ. Итак, выбран Assist Control, он же CMV. Далее выбираем управлением вдохом по давлению. Далее продолжим. И применить. Аппарат начал дышать. Данный симулятор позволяет нам менять параметры виртуального пациента. Пока мы их обсуждать не будем, отметим только, что сейчас установлено число спонтанных дыханий 0, как будто пациенту ввели миорелаксанты. О настройках аппарата. Это частота дыханий, отношение вдоха к выдоху. Здесь при настройке будет видно длительность вдоха и выдоха. Изменим шкалу управления. Пусть будет длительность вдоха. Хоп. Теперь длительность вдоха в секунду. Это давление вдоха. То давление, которое аппарат ИВЛ удерживает в контуре в течение времени вдоха. Это PIP. Это чувствительность потокового триггера. Концентрация кислорода в дыхательной смеси. Нажав доп. параметры, при управлении вдохом по давлению, мы видим кнопку P-RAMP. Это скорость нарастания потока. Это время в миллисекундах, за которое поток и давление достигают максимума. В данном случае это время 50 миллисекунд. При этих настройках и с максимальной скоростью нарастания потока у данного пациента дыхательный объем 460 миллилитров. Поставим максимальное время P-RAMP 500 миллисекунд. Это самая маленькая скорость нарастания потока. Скорость нарастания потока снизилась. Кривые подъема давления и потока стали более пологими. При этом давление вдоха остается прежним. А дыхательный объем уменьшился с 460 до 447 миллилитров. Слайд сравнения. Когда при прочих равных уменьшается скорость нарастания потока, это нижний экран, снижается максимальный поток и дыхательный объем, потому что объем – это площадь под кривой потока. Теперь, что меняется, если при прочих равных сокращается длительность вдоха? Сократили длительность вдоха вдвое. В результате дыхательный объем с 460 уменьшился до 380 миллилитров, потому что объем – это площадь под кривой потока. Был треугольник, отрезали кусочек, стала трапеция. Слайд сравнения. Когда при прочих равных уменьшается длительность вдоха – это нижний экран, снижается дыхательный объем, потому что объем – это площадь под кривой потока. Здесь показано, как обычно доктора увеличивают дыхательный объем при ИВЛ, управляемый по давлению. Они увеличивают давление вдоха. Хотя мы-то знаем, что можно было удлинить вдох, не повышая давление вдоха, потому что объем – это площадь под кривой потока. Из трапеции мы получаем треугольник большей площади. А если при таких настройках давление мы увеличим длительность вдоха, кривая потока превращается в треугольник. Хоп! Мы получаем увеличение дыхательного объема с 480 на предыдущем слайде до 590 мл, потому что объем – это площадь под кривой потока. А если мы будем еще больше увеличивать время вдоха, доколе будет увеличиваться дыхательный объем? С 1,2 секунды мы увеличили время вдоха до 1,8 секунды. А дыхательный объем теперь увеличился всего лишь с 590 мл до 610 мл, то есть всего на 20 мл, потому что кривая потока уже ползет по изолинии. Удлинили вдох с 1,8 секунды до 2,5 секунды, а дыхательный объем увеличился всего на 5 мл, с 610 мл до 615 мл. Кривая ползет по изолинии, а объем – это площадь под кривой потока. Удлинили вдох с 2,5 секунды до 3 секунды, а дыхательный объем уже вообще не меняется, потому что кривая потока ползет по изолинии, объем – это площадь под кривой потока, размер и площадь треугольника, который рисует кривая потока, не меняется. Включаем симулятор. Новый пациент. Подтверждаем идеальный вес тела, идеальная масса тела, пусть у нас будет при росте 169 см, 60 кг. После этого, чтобы симулятор работал, мы должны щелкнуть кнопку «Продолжить». Далее. Выбираем режим вентиляции. У нас будет «Assist Control», он же «Continuous Mandatory Ventilation CMV». И выбираем теперь «По давлению». Далее. Мне больше нравится при управлении временем вдоха использовать частоту и длительность вдоха. Выбираем «Time Inspiratory». И запускаем «Продолжить». Вот у нас появилось «Time Inspiratory». Установим 1 секунда и 2 десятых. Усилие вдоха. Пусть будет 8. Это давление поддержки, которое создаёт аппарат. Это ПИП-3. Потоковый триггер, который будет неактуален, потому что пациент сам не дышит. И кислород 21%. Теперь, что такое П-рамп? П-рамп – это скорость нарастания потока. Мы установим сейчас максимальную скорость нарастания потока. То есть 50 миллисекунд. Включаем «Применить» и посмотрим, какие параметры пациента. Параметры пациента. Пусть комплайнс пациента будет 70. У него резистанс 5, комплайнс 70. Спонтанных вдохов нету. Виртуальный пациент в наркозе под релаксантами. Усилие, которое создавал бы пациент, неактуально, потому что он под наркозом. Сатурация. Энтайдл СО2. Утечка 0. Применить. Применили. Закрыли. Теперь давайте посмотрим, что у нас получается. У нас получается, что общая частота дыхания 10, поскольку дышит только аппарат. Дыхательный объём 460 миллилитров. Ну, это минутный объём 460 на 10. И пиковое давление 11. Теперь зайдём в дополнительные параметры. И изменим скорость нарастания потока на максимальную. Сейчас дадим нарисовать в старом режиме. И применяем. Применили. Замораживаем. Теперь мы можем сравнить, что у нас изменилось. Давайте посмотрим. При скорости нарастания потока 50 миллисекунд. Максимальный поток был 58. Давление в дыхательных путях 11 сантиметров водного столба. Объём был 460. Теперь посмотрим, что получилось при замедлении скорости нарастания потока. Дыхательный объём 450, то есть на 10 миллилитров уменьшился. Максимальный поток 39. Максимальный поток 39. Ну и давление в дыхательных путях 10,8. Продолжаем. Теперь давайте посмотрим, что будет, если мы сократим время вдоха в два раза. Давление будет прежнее. Но для начала мы вернём максимальную скорость нарастания потока. Возвращаем скорость нарастания потока. Сделали. Смотрим, какой у нас сейчас будет дыхательный объём. Дыхательный объём, чтобы говорить быстрее, 460 миллилитров. Теперь сокращаем время вдоха до 0,6 секунды. Применить. Видите, что получилось? Если раньше у нас была форма кривой потока в виде треугольника большего размера, теперь у нас получилась трапеция. Треугольника отрезали кусочек. Поскольку мы знаем, что объём это площадь под кривой потока, мы видим, что дыхательный объём уменьшился до 380 миллилитров. Давление, как было, так и остаётся. 11 сантиметров водного столба. Теперь давайте посмотрим, что обычно, чаще всего делают доктора, управляя вдохом по давлению, когда хотят увеличить дыхательный объём. Они увеличивают давление аппаратного вдоха. Увеличим на 2 сантиметра водного столба до 10. И посмотрим, что у нас получилось. У нас увеличится давление. Вот здесь вот. До 13. 10 плюс 3. Увеличился объём. 480. Форма фигуры не изменилась. Длительность вдоха прежняя. Та же трапеция, только основание, большое основание трапеции увеличилось. И увеличился дыхательный объём. 483. Смотрите, теперь, что мы можем сделать. Если мы вернём 1,2 секунды длительность вдоха, у нас меняется форма кривой потока, трапеция превратилась в треугольник практически, и увеличился дыхательный объём. 593. Мы можем вернуться к прежней ситуации, уменьшив давление вдоха. До 8. Заморозим, сравним. Смотрите, что у нас получается. У нас дыхательный объём 460 здесь, давление 11, а максимальный поток 58, 59. было давление 13, вот оно, дыхательный объём 590 мл, и максимальный поток 70. Продолжаем. Давайте теперь посмотрим, что может меняться, если мы будем увеличивать время вдоха дальше. Увеличим до 1,5 секунды. Увеличили. Перед этим у нас был дыхательный объём 459. Стал 471. Некоторое увеличение всё-таки произошло. На 20 мл дыхательный объём увеличился. увеличим до 1,8 секунды. 1,8 секунды. Посмотрим, насколько у нас увеличится дыхательный объём. было 470. Стало 475 мл. То есть, увеличилось всего на 5 мл. А почему так мало? Потому что дыхательный объём это площадь под кривой поток. И поток у нас рисует треугольник, а дальше график потока тащится по изолинии. Если мы ещё больше увеличим время вдоха, ну пусть будет 2,2 секунды и 2,1. Увеличили. Перед этим было 475. Начали с 470. Ну, 477. То есть, увеличилось всего на 2 мл. 476. А перед этим было 475. Практически незаметно. то есть, главное наполнение происходит до тех пор, пока у нас график потока рисует фигуру, которая находится над изолинией. Далее, когда мы поток останавливается, лежит на изолинии, ничего не меняется. Давайте для примера ещё сделаем, пусть будет 3 секунды. 3 секунды. Было 476. Вообще ничего не меняется. 477. То есть, мы просто заполняем лёгкий воздухом вот в этот момент. А далее у нас останавливается поток и формируется статическая ситуация, когда аппарат и респираторная система пациента находятся во взаимном равновесии, ничего не меняется. На графике объёма возникает плата, на графике давления плата и таким образом мы можем рассчитать комплаенс, как в предыдущей лекции, потому что есть стабильный объём, есть стабильное давление, комплаенс это отношение, статический комплаенс это отношение объёму к давлению при остановленном потоке. посещайте наш канал на ютюбе. Вы заходите на ютюб, набираете в поисковой строке nsicu пробел ru. На нашем канале только медицинская информация, лекции и учебные фильмы. Уже больше двух тысяч. Для того, чтобы легче было найти нужные материалы, пользуйтесь опцией плейлисты. Если вы хотите продолжить занятия с симулятором, пользуйтесь плейлистом симулятор ИВЛ на вашем компьютере. Мы будем выполнять его лекциям. Это адрес нашего сайта, где всё в свободном доступе. И посмотрите ссылки под этой лекцией. Я благодарю вас за внимание и до новых встреч!